Я хочу вас спросить, как вы считаете, Путин войдет на территорию Украины сейчас, в ближайшее время? Мне нравится то, что господин Пугачев сформулировал. Мы не гадалки и не знаем, что в голове у психически трансформированного человека. Я думаю, что он продумал какую-то комбинацию шантажа, которую получит. И я убежден, что если уровень оппонирования, тот, который вот сейчас он зондирует эти несколько недель, будет достойным, он ни в коем случае не зайдет в Украину. И вопрос, что такое уровень оппонирования? Это единство Запада отстаивать Украину. Мы его видим. Оно беспрецедентно. Это единство внутри страны. И оно должно быть тоже беспрецедентно, не оставляя никаких иллюзий. Когда мэр моего родного Харькова в первые же часы безапелляционно заявляет, что Харьков украинский город им останется, и мы будем сражаться и защищать его, поверьте, это дорогого стоит. Предыдущий мэр так не говорил. И я думаю, что каждый украинский город большой, в котором говорят на слобожанском языке и на русском, мы вот с Комаровским говорим на слобожанском. Каждый думает и смотрит, что произошло, что принес этот режим и этот русский мир, принес в Донецк, в Луганск. Во что превратились эти красавцы города? И Днепропетровск, и Запорожье, и Харьков – это города-созидатели. Это города-труженики, это города-интеллигенции. Они не хотят для себя такой судьбы. И пусть не думают русские полководцы о том, что они зайдут на территорию Украины и получат аплодисменты, встречающую толпу. Путин, спаси, Путин, помоги. Нет, такого не будет. Арсен Борисович, представим, не дай бог, что завтра Путин войдет со своими армадами на украинскую территорию. Главнокомандующий, наш верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский, которого вы очень хорошо знаете, готов к такому повороту, к таким событиям? Смотрите, я глубоко уверен, что украинский народ готов. И давайте мы сформулируем, когда вы говорите громады, войдут, громада вольется, армады. Нет, про народ мы услышали, Арсен Борисович. Вы сказали про украинский народ, что он готов. Я про армады говорю. Мы сейчас... Когда вы говорите про армады, Дмитрий, то давайте разберем, какие армады. Действительно, вот я взял на сегодня то, что я располагаю. Я этим интересую профессионально. У меня, как вы понимаете, есть достаточно много источников. Я смотрю, что мы сейчас фиксируем? Мы фиксируем там 6-7 десятков батареонных тактических групп, которые расположены... А мы можем показать эту карту? Давайте показим, приготовили эту карту. Это очень важно. 110-120 тысяч человек. Это плюс-минус столкнулись у границы. Вот 1083 километра, это новая опасность границы с Белоруссией. И там тоже, так сказать, что-то там готовится и так дальше. Но давайте разберем, что такое батареонно-тактическая группа. Тут, конечно, лучше бы сказал Юрий Бутусов, он тут военный эксперт в этом понимает. Но я скажу очень грубо, Юра меня поправит, если я... Ну, генерал Замана здесь, экс-начальный генштаба, да. Тут сплошные генералы все, и я понимаю, что... Но я попробую сказать словами гражданского человека, который как бы немножко в этом варился. То есть это танковая группа впереди, там 20-30 танков, БТРы и сзади где-то в оттяжке артиллерия, сопровождающаяся пехотой. Ну вот представим себе, что такая группа выдвигается и навстречу ей стоит, предположим, квалифицированный украинский полк или квалифицированная украинская бригада, вооруженная достаточным количеством противотанковых инструментов. Которых у нас сейчас реально достаточное количество. Хотелось бы еще больше и будет больше, но достаточное количество. Я не упоминаю там советские старые фаготы, которые стреляют каждый второй, но тоже достаточно на проволочке. Я говорю о современных видах оружия. Украинских, американских, британских. И предполагаем, вот в этой атакующей мощи, значит, они движутся вперед и в это время, значит, теряют в атаке там 4, 5, 6 танков впереди. Вы что думаете произойдет? Они будут бравурно идти дальше? Нет. А что будут они делать? Они будут останавливаться, разворачиваться и уходить. Когда я говорю о квалификации этих войск, то я утверждаю, что эти войска, зачастую даже срочники, привезенные из Дальнего Востока или из Улан-Удэй, или откуда они их отзывы, или зэки освобожденные, которые стоят возле вот здесь на учении Презины, они не сильно в восторге от того, чтобы заходить в Украину. Сколько пропаганда не била, перед этим есть 70 лет советской пропаганды, которая говорила, что Украина это братцы. Вы куда пришли, на какой братский народ? А мы находимся здесь на своей земле, и каждый наш солдат стоит пятерых. Президент Зеленский. Президент Зеленский, которого вы тоже не любите. Прошу говорить, президент и верховный главнокомандующий, это важно. Он верховный главнокомандующий, он может вам не нравиться. Он может и мне не во всем нравиться, я его критикую. В этой ситуации мы провозгласили очень ясный тезис на круглом столе, Арсений Яценюк проводил. Мы провозгласили очень важный тезис о том, что в тех условиях, в каком мы сейчас находимся, у оппозиции не может быть другой позиции, кроме как проукраинской. И здесь мы будем вместе с властью и помогать для того, чтобы отразить. И президент Зеленский обязан стать во главе этой ситуации. Нет, он обязан, понятно, он готов к этому или нет? Я полагаю, что он отдает себе отчет в этом и готов. Хорошо. Сергей Викторович, у вас есть вопрос к Арсену Борисовичу? Я просто думаю, что все-таки политика, а не пропаганда. И, собственно, если, ну так сказать, бодрить себя и говорить, что если там батальонные группы и так далее, и так далее, сколько там танков сгорит и прочее. Ну то есть это здорово, и тем более там про братские народы. Но я думаю, что вот пропаганда российская, она может быть, или не может быть, она 100% сильнее украинская, потому что это просто такая профессиональная пропаганда. И я уверен, что 140 миллионов человек давно уже вот про украинский братский народ, ну как-то совсем по-другому думают. Вот эти там бандеровцы и так далее, и так далее, оно просто там как гвозди вбивается каждые 10 минут по телевизору, по радио и везде. Это первое. И все-таки это вот не военно-штабные учения, мы, несмотря на количество генералов, я думаю, что абсолютно не имеет ни малейшего смысла обсуждать вот там военно-технические или там какие-то тактические характеристики, в том числе иностранного оружия или там противотанкового и так далее. Хотя многие в этом разбираются, присутствующие, несомненно. Важнее понять вот как бы политический вызов. И надо понимать, что все-таки, да, это красная черта, но Россия очень близка к этой черте. И вот агитировать себя или там кого, тем более, я не знаю, россиян, которые смотрят это шоу, не имеет ни малейшего смысла. Говорить о том, готовы ли военнослужащие идти против Украины и воевать, конечно, готовы. Ну, просто они присягу давали и даже вообще не обсуждается. Значит, независимо от результата, сколько там танков сгорит в первый день и сколько человек погибнет, если, скажем так, Политбюро, включая Путина, примет такое решение, то сколько бы там чего ни сгорело, на следующий день назад никто не отъедет. Поэтому надо исходить все-таки из возможности предотвращения этого. А исходя из того, что я очень хорошо знаю Владимира Путина, я скажу, что принципиальный, очень важный момент и, на мой взгляд, рецепт, это разговор с Путиным. То есть это не то, что пойти на поводу Путина, да, он там хочет, не хочет. Нет, я хочу о другом сказать, что Путин, его такой ключевой момент, вот за все время, сколько я его знаю, особенно с момента, как он стал президентом, если он переставал с кем-то общаться, причем из своих ближайших друзей, бывших начальников, был такой Черкесов Виктор Васильевич, начальник Ленинградского управления КГБ, просто его начальник, который его там отправлял в командировку и так далее, и так далее, то есть человек, на которого он там молился, но в определенный момент он перестал с ним общаться. Ну как он перестал общаться? Он просто сказал, с ним больше меня не соединять. О чем это говорит? То есть вот когда у него есть возможность в России прекратить общаться с кем угодно, если общение прекратилось, то, собственно, понять, что там происходит, практически невозможно. То есть может понять только тот, кто вокруг. Как я помню, говорил Алексей Кудрин, он мне говорил, «Ночная кукушка дневную перекукует». Он говорил, всегда прав последний. То есть Путин всегда говорит «да», Путин никогда не говорит «нет». Вот любой человек, который заходит, вот 10 человек с абсолютно разными предложениями, выходят из кабинета Путина всегда счастливыми. Потому что Путин говорит «да, замечательно, проработайте, подумайте» и так далее, и так далее. Я вам скажу, почему, находясь в окружении Путина, будучи там его советником, я был достаточно успешен в политическом смысле. Потому что я понимал одну простую вещь. Что Путин – это человек, который считает, что достаточно с ним о чем-то договориться, но совершенно невозможно его еще просить что-то при этом сделать. То есть если я иду договариваться с Путиным, о чем я договорюсь, ну неважно, там какой-то указ подписать, вот я считаю, что это важный закон, какой-то экономический там закон или еще, чтобы это ни было. Я понимаю, что я должен заранее договориться со всеми, с министром финансов, экономики, с председателем Госдумы, со всеми, с руководителем администрации Путина, и прийти и сказать «Володь, вот такой есть вариант». Естественно, что он скажет «Да, это неплохо, подумай». И после этого думать уже больше нечего. Надо просто нажимать на все кнопки и решать. Но если вы приходите и говорите «Владимир Владимирович, вот замечательная история, бюджет получит дополнительно 100 миллиардов долларов». Он говорит «Замечательно, проработайте». А вы говорите «Ну тогда вы всем позвоните, сами соберите Совет Федерации, Госдуму, правительство, проработайте и все». То есть вы ему что, поручение даете? То есть Путин, вы же знаете, вот дворец, видели его? Там что у него? Там комнаты отдыха и прочее. То есть вот это его жизнь. Он, что называется, ради этого на галерах, а не ради того, чтобы думать за вас или тем более выполнять ваши поручения. Поэтому вокруг него огромное количество людей. Вопрос. Вы видите вокруг него сегодня миротворцев каких-то? Я не вижу. Понять, для чего это нужно? Ну, я беру такую крайнюю стадию, скажем так, сумасшествия, потому что в этом нет какой-то там экономики, в этом нет даже политики. То есть вот просто это уже такой тренд. То есть это такое больше эмоциональное ощущение. Вы помните же последнюю эту историю, что Украину Ленин придумал? То есть надо понимать, что вот Путин, он, как правило, проговаривает то, что он думает. Вот общаясь с ним, допустим, там в день несколько раз или там в неделю, там 7 дней, я многократно замечал, что он может повторять одну и ту же идею под разным соусом, как бы прокачивая, как я на это реагирую. И вот когда он говорит об этих вещах, это не потому, что это какой-то хитрый КГБшный там замысел. Я извиняюсь, он ушел из КГБ, будучи там директором архива в звании подполковника. В это время выкинули из КГБ 250 тысяч человек СССР. Поэтому, в общем, тут говорить о том, что у него какой-то специальный там секретный КГБшный опыт, я бы не говорил. То есть он вот просто размышляет, как человек, да, вот это его такой характер, это его мироощущение. И вот когда он проговаривает вот это, что никакой Украины не существует, это единый народ. То есть это несправедливость, то, что есть какой-то там президент Украины, в том числе, кстати, и президент Беларуси. То есть это какой-то губернатор Беларуси, понятно. И вот когда он это все проговаривает, вот надо понимать, вот картина мира, она такая. Спасибо, Сергей Викторович. Арсен Борисович. Я хотела бы, перед тем, как Дима объявит еще одного нашего героя, я бы хотела очень короткий вопрос. Дайте же ответить. Сейчас Арсену Борисовичу ответить. Арсену Борисовичу задать. Ну давайте, вы хотите отреагировать. Да, я хочу ответить, конечно. Уважаемый Сергей Викторович, понимаете как, тут как-то так получается, что Гордон строит так программу, что у нас здесь разбор психоделик и какой-то, так сказать, психоанализ характера Путина. Это важно. Это, наверное, доктор об этом скажет, если захочет. Я вам хочу сказать, так сказать, на полном серьезе одну вещь, которая в голове у меня, и уверен, тем более у более молодого поколения, то же самое. А мне все равно, что в голове у этого сумасшедшего. Человек поставить себя на колени, стать на колени, и потерять свое достоинство и свободу, может только сам. У него нельзя его отнять, он только может сам отдать свое достоинство. Я не хочу. И 42 миллиона украинцев не хотят этого. Именно поэтому нам абсолютно важно, чтобы лучше псих пусть сидит аккуратненько, лучше, чтобы его уговорили, лучше, чтобы дипломаты сказали с ним все нормально, пусть радуется, пусть дедушка старый ему все равно досидит до своего до конца. Но я, Сергей Викторович, не просто так вам говорю о батальонах, тактических группах, о танках и так дальше. Потому что в 2014 году я, к сожалению, видел весь этот ужас войны. И был в самой гуще этих событий. Среди умирающих, среди разбитых танков, среди разбитых городов. Мой отец офицер вооруженных сил Советского Союза. Я с ним ездил везде. И в Москве, и за границей, и в Украине, и так дальше. И мы везде. И я все время смеялся. Я говорил, твоя армия никому больше не нужна будет. Какие танки? О чем ты говоришь? И дальше произошло то, что произошло. Так вот, война немножко меняет все эти рафинированные представления и наши, так сказать, геополитические ситуации. Иногда она, к сожалению, диктует такой уровень стресса, который многое меняет. Поэтому для меня важно, чтобы украинцы реально представляли угрозу. Вы правы, угроза высока. Студии, те, кто находится на включении. Что вы об этом думаете? Я думаю, что все очень верно. Просто, ну, есть совершенно разные, скажем, разновекторные такие установки для того, кто, что должен и где делать. То есть я не гражданин России, не гражданин Украины. И, в общем, я как политик, все-таки для меня, ну, важнее вот эта вот картинка, так сказать, широкая, что происходит. На мой взгляд, Запад, ну, вот, лично мои ожидания превзошел в данном конфликте. То есть я этого никогда не ожидал. И когда речь идет о гарантиях, о Будапештском меморандуме, то есть вот, собственно, вот эти гарантии Запад пытается реализовать. Ну, просто надо понимать, Путин не совсем такой вот простой переговорщик. И я думаю, что коллективный Запад, если можно так сказать, и в том числе Америка, не очень понимает, что Путин-то, собственно, и хочет. То есть вот его вот эти, так сказать, хотелки, они заведомо невыполнимы. И, то есть, я бы так сказал, то есть Украина и украинцы, естественно, должны делать то, что они делают. То есть и это, и гражданская оборона, и готовятся к худшему. Значит, Запад делает неимоверные усилия для того, чтобы предотвратить вторжение. Это совершенно уникальная ситуация. Я думаю, это, ну, наверное, первое после развала Советского Союза и Холодной войны, вот что-то такое похожее. Я бы даже сказал, после Карибского кризиса. То есть вот что-то такое, когда вот Запад просто объединился. То есть вот Путину удалось Запад объединить. То есть, в принципе, я очень долго, много лет живу на Западе. Я скажу, что Евросоюз и так далее, то есть вообще Запад коллективный, он несколько был всегда размыт. И на сегодняшний день, что Путину точно удалось, это объединить Запад. В защите вот прав Украины. Сергей Викторович, спасибо. Мы к вам еще вернемся. Спасибо. У нас сегодня... Украина, как бы нам этого не хотелось, она не оппонент и не переговорщик с Путиным. То есть вот, собственно, за 8 лет не удалось Путина заставить, скажем так, сесть за стол переговоров с Украиной. И уже не удастся, это мое мнение. Сергей Викторович, Сергей Викторович. Путину не воспринимает. Главное, что бы я хотел, чтобы, собственно, нормандский формат не оказался пактом Молотова-Риббентропа. Чтобы, собственно, ожидания от нормандского формата и так далее, то есть вот это всеобщее такое успокоение, вот Запад за нас и так далее. И давайте мы будем ожидать следующей встречи советников, которая прошла вот в Париже буквально вчера, и, собственно, и за это время, типа, ничего не произойдет. И я в этом не уверен. Может произойти, и если мы помним историю Советского Союза, мы помним историю начала не Второй мировой, а именно Великой Отечественной войны, то, собственно, за сутки до начала войны, которая, в общем, особенно отразилась, как раз и произошла в Киеве, и, в общем, Берия, Нарком обороны просто было запрещено и считалось предательством говорить о том, что Германия готова к нападению. Сергей Викторович. Я хотел попросить не терять бдительность и считать, что ночевых линий находит больше, чем можно было бы ожидать. Спасибо.